В середине 50-х, создавая свой стиль, великий Сусай Масасацуаяму вряд ли предполагал, что уже в конце века Кьёко-Синкай в мире будет взыматься более 10 миллионов человек. Подавляющий на сегодняшний день активность стиля несомненно развивается благодаря главным постулатам, заложенным еще в Масасацуаяму. Это жесткое единоборство с неизменным, я бы даже сказал, священным принципом уважения соперника. Хотя среди первых учеников поощрившего мэтра превалировали японцы, культура Кьёко-Синкай на редкость гармонично сплылась с действительностью европейских каратэков. На протяжении последних двух лет они успешно выясняют отношения на турнире, который так и назвали чемпионат Европы по Кьёко-Синкай версии АФК. В уходящем в 99-м он состоялся на побережье Средиземного моря, Валенсии. Эта география далеко не случайна. Ведь наряду с азиатами, американцами и россиянами именно испанская сборная имеет полное право называться элитой современного каратэ. На сей раз земной рай, так прозвали Валенсию и Древние, принял делегацию аж 17 государств. Британии, Австралии, Голландии, Бельгии, Палестины, России и многих других стран. Испанской земле издревле не придавали мифологические нотки. Именно здесь, как уверяли греки, росли золотые яблоки Геракла. Для арабов же она являлась ни больше, ни меньше подножием неба. Джордж Оруэлл и Эрнест Хемингуэй воспели Испанию как арену, на которой история металась между подвигом и трагедией. А по вечерам Торо-Доро сражались со смертью. Если бы классики дожили до наших дней, то вполне вероятно, что испанский колорит идеально не передавал мне Каррида де Торос, а Кёкашинка и каратэ. Женская сборная, сборная России на чемпионате Европы представлена двумя спортсменками. Это обе москвички. Лепина Мария, двукратная чемпионка России 1998 года, чемпионка 1999 года. И чемпионка мира Зухра Курбанова. Спортсменка знаменитой хорошей техникой. И я считаю, что обе спортсменки готовы к чемпионату. А что произойдет на нем, покажет Катамик. Оля Микертомова, двукратная чемпионка России, чемпионка международного турнира в Южной Африке, представляет Россию одна в своей весовой категории, в тяжелой весовой категории у женщин. Готова хорошо, хотя поболела немножко перед стартом. Но думаю, что достойное место здесь она займется. Состав сборной России формируется из чемпионов и трензеров. И Алексей Горохов стал чемпионом России 1999 года. И получил право выступать на чемпионате Европы. Он молодой спортсмен, выступает на таком турнире первый раз, готов. И я думаю, что он сможет показать хороший результат. Второй спортсмен весовой категории до 80 килограмм, это Дмитрий Майдан, москвич. Он завоевал серебряную медаль на чемпионате России 1999 года. И серебряную медаль на чемпионате мира Пуайяма карате в Нью-Йорке. Марсель Муракаев, обладатель Кубка мира. Думаю, что готов к этому чемпионату он достаточно хорошо. Хотя были и серьезная травмочка одна была, была брошь рассечена. Но, несмотря на это, должны быть бои хорошие. Олег Флорин, представитель Екатеринбурга, мастер спорта международного класса, чемпион мира по ИСК Киркшинкай. Трижды чемпион России. Думаю, что, как уже говорил, основное соперничество должно развернуться между ним и Марселем Муракаевым. В тяжелой весовой категории в сборной России представлено двое спортсменов. Это Сергей Осипов, москвич, двукратный чемпион мира Пуайяма карате, чемпион Европы и чемпион России 1999 года. И чемпион мира по стилю Киркшинкай Яков Забнин, который является надолго, на большом протяжении, спортсменом номер один в тяжелом весе. Без ложной скромности можно сказать, что золотая сборная, очередной раз выезжая на данном случае на чемпионат Европы, с полной уверенностью, по мнению тренерского состава, готова бороться за цвета, многоцветия своего флага. Организаторы чемпионата Федерации Киркшинкай Испании выбрали не случайно этот прекрасный город. Город, который издревле был знаменит не только великолепными полями, плодородных апельсиновых и финиковых деревьев, но и очень бойцовским настроением спортсменов, в частности, Киркшинкарате. Здесь находится Федерация Киркшинкарате, возглавляемая уже много лет уважаемым господином Бабилони. Самый лучший зал, прекрасная гостиница, все это, в общем-то, в значительной степени сразу дало положительный импульс на проведение этого чемпионата. К сожалению, чемпионат проходит в конце спортивного года, и наши многие спортсмены приехали уже достаточно травмированы. Сейчас мы видим первый бой, предварительный бой тяжелой весовой категории Ольгаму Куртумова и Синди Роуз Великобритании. Ольгу мы видим с левой стороны, у них красный пояс, и спортсменка из Великобритании Синди Роуз с белым поясом. Оля очаровательная, красивая девушка, и всегда приятно, ну и прежде всего удивительно, что вот такая славная девушка прекрасно чувствует дистанцию и умеет бить абсолютно со всех дистанций. Первый бой, он полуознакомительный, но вместе с тем не мешает очень предметно отрабатывать те открытые зоны, которые противница указывает нашей Ольге. Ну и как мы видим, что по мнению судей, единогласно Ольга Макуртумова выходит в следующий круг. Поздравление тренера, старшего тренера сборной стороны по Кёко Сину Александра Алымова. Следующий бой Зухра Курбанова, белый пояс Вирджини Мунос. Зухра Курбанова, чемпионка мира 97-го года. Это одна из самых уважаемых наших спортсменок. Она пережила тяжелую травму. Ну вот, тренерский состав счел возможен включить ее в сборную и надеяться, естественно, на достойное выступление. Здесь бой несколько иной, по крайней мере, в начальной фазе. Ровный обмен ударами, в нижний, в средний сектор, ручные связки, лоу-кики, как с внутренней, так и с наружной стороны бедра. Девушки прекрасно чувствуют дистанцию, не рвут ее. Это, наверное, те дистанции, которые им взаимоудобны. И поэтому, в общем-то, получается, что ровный обмен ударом покрабь без скоростных связок. То есть, одним словом, на выдержку. Уже заметно встает Вирджиния Монос. Напряжение с лица спало. Некоторая растерянность. И наносимые жесткие удары Зухры принимаются ею с меньшим удовольствием, я сказал. Зухра очень принципиально относится к этой жизни и, прежде всего, к занятиям тек и шинам. Ну и, как естественное следствие этого боя, победу Зухры. Следующий бой, легкая весовая категория, победитель Кубка Мир Олег Флорин и Кенни Мортин в Великобритании. Посмотрите, как двигается Олег. Удивительная подвижность этого бойца. И надо отметить, что многие чемпионаты он выигрывает к тому же по большому количеству разбитых досок. То есть, в Томиссиваре этим легковесом выигрывается даже утяжей. Очень подвижный боец. Это принципиальная школа Екатеринбурга. Легкое передвижение. Удары со всех дистанций. И удар очень хлесткий, очень хлесткий. Посмотрите, как встречает Олег. Ни секунду простоя. Сплошная динамика. Я бы даже сказал, несколько боксерский стиль передвижения. И стреляющие ноги. Ну, такие шутки не проходят, господин Кенни. Прекрасно, прекрасно чувствует дистанцию. Делает тот минимум, который необходим. Я напоминаю, что это предварительные бои. Впереди еще как минимум четыре боя. Но рациональное отношение к самой схватке ни в коей мере не дает возможность немножко расслабиться. И в предварительных боях уже соперники не случайные, а английская школа Кьёко Шин отличается большим мастерством. И долгий период времени английские бойцы были ведущими на европейском континенте. И так, по мнению судей, этот бой выиграл Олег Флорин и вышел в следующий круг. Следующий бой тяжеловес Яков Забдин Екатеринбург и Доминда Куиновс Испания. Яша чемпион мира. И, как сказал Дмитрий Котвицкий, долгий период времени, последний период времени Яков является несомненно лидером в Кьёко Сине в тяжелой весовой категории. Большой, очень мощный, сухой атлет с очень жесткими устрашающими ударами. Но вместе с ним, посмотрите, как легко он движется. Опять-таки же, повторяю, это Екатеринбургская школа. Школа, которая принципиально отличается от других направлений в России. Легкость передвижения и очень жесткие удары. Легко, высоко и очень жестко вылетает колено. Доминго уже побаивается этих страшных конечностей Якова. Ну и как результат боязни Доминго и мощи и неукротивого напора Якова победа за ним и очередной круг выходит Яков за Екатеринбург. Следующий круг Марсель Муракаев спортсмен из Перми за ним стоит старший тренер сборной страны его тренер Александр Александр Алымов четвертый дам и Эммануил Мол. Марсель с красной повязкой с красным поясом с белой повестки Эммануил Мол. Посмотрите какая легкость легкость передвижения какая мощь смотрите как мешает собраться противнику Марсель обладатель Кубка мира многократный чемпион страны и как правило на чемпионатах страны финальные бои они проводят с Олегом Флориным. Эти два бойца являются лидерами российской сборной сборной мол уже не нравится такая активность Марселя он откровенно защищается работа работа на всех уровнях да подавляющее конечно преимущество у Марселя Муракаева бескомпромиссный бой со стороны Марселя мол оказывает очень неубедительное сопротивление главное закрыть средний сектор локтями это мне кажется основная задача Мола Марсель Муракаев выходит в следующий тур в следующий круг Агбой готовится двукратный чемпион мира по аяма карате чемпиона России по кёку-син карате Сергей Осипов Сергей приехал на этот чемпионат с серьезной травмой руки и ноги но руководство решило все-таки ввести его в состав сборной заявив в этой весовой категории сразу два спортсмена противник эксман хилл голландец полгода тому назад на открытом чемпионате Голландии по нокдаун карате это практически бои без правил он был нокаутирован в первом раунде огромный сильный боец который специализируется по кикбоксингу ну и также принимает участие как мы видим в кёка-шине у Сергея совершенно нерабочая рука практически он работает с одной рукой руки у него просто страшные противник его физически значительно значительно больше вот так поддерживают своего товарища группа поддержки надо сказать что этот чемпионат прошел в очень неудачное время в этот день должен сегодня в этот день чемпионата должен состояться матч футбольный матч между Барселоной и Валенсии и конечно мы ожидали что совсем не будет зрителей потому что не присутствие на футболе в Испании расценивается как предательство родине ну вот народ потихоньку подтягивается ну а тем временем Сергей принимает обычную свою позицию позицию наступления несмотря на те серьезные травмы с которыми заявлено на этом чемпионате и никакие размеры его соперника напоминаю Эксман Хим не помогают ему даже со страшным ударом лоу-киком иметь явные преимущества Сергей очень прекрасно чувствует этот удар и очень умело блокирует его как раз именно за счет мягкости очень жесткий боец Сергей Осипов это принципиально другая школа нежели Екатеринбургская удары в основном на проникновение умение держать удары соперников Сергей Осипов ученик Дмитрия Котвицкого закончен второй раунд явного преимущества не было ни с чьей стороны но судьи сочли более правильным поведение боя у Сергея Осипова и он выходит в следующий круг очередная схватка очередной круг наш Яков Забнин и Лин Конин Конин как-то сразу потерялся выйдя на татами но это неудивительно он не смог даже скрыть свою растерянность и мастерство наверное ему совсем не позволяет как впрочем и физические возможности что-нибудь противопоставить Забнину легкое пропирательство я думаю чисто символическое противник подавлен совершенно и столько много в связи наверное и с этим возможности пройти практически в любой сектор Яков предоставляется предоставляет соперник да это и есть Киокушин Киокушин когда физика размеры совершенно не должны соответствовать потерянности противника ведь кроме весовых чемпионатов Киокушин проводится и абсолютная категория да он пропускает все больше и больше ударов кони но еще держится посмотрите как легко Яков передвигается это 100 килограммовый атлет двигается с легкостью легковеса ну а результатом этой схватки выход Якова Забина в следующий круг А сейчас мы увидим бой лидеров в легкой весовой категории Мозгини и Джабьер Бабелони любимец испанской публики сын президента 32-летний боец Джабьер Бабелони уже более 6 лет является лидером европейских каратеков в этом весе на татами рефери президент федерации российского Киокушина Андрей Бура Бабелони с белой повязкой хотя повязка здесь отсутствует две повязки одевают бойцы выходящие на татами красная и белая в данном случае красная повязка у Мозгини а Джабьер Бабелони без повязки но это чисто условно очень активный бой очень динамичный и в данном случае наверное бойцы испанские бойцы стиля Кёка Син в какой-то степени отражают наверное всю динамику и мощь испанских Тороадоров ну а этот бой выигрывает Джабьер Бабелони и выходит в следующий круг а следующий за право бороться в следующем кругу выходит Олег Флорин и Давид Гопина это тоже один из испанских бойцов так же как и Джабьер Бабелони является лидером в легком весе и очень большинство зрителей сидящих в зале и болеющих естественно за испанских бойцов разделили свои симпатии между Джабьером Бабелони и Давидом Гопино вязь вязь крутит Олег Флорин настолько красиво передвигает этот боец очень напоминающий классного боксера с фантастической работой ног первая двухминутка закончилась нельзя сказать о чьем-либо преимуществе в этом бое бой очень равный бойцы напоминают друг друга по стилю и по стратегии боя замечание Гопино удар в пах что естественно не разрешено в Йокошине и он получает первый чуй очень красивый удар с разворотом у Рома Ваши но он не достигает цели но это всегда очень эффектно и зрители очень горячо я бы сказал воспринимают большие круговые движения зачастую не понимая что эти удары не достигают цели и проносятся в основном для чисто визуального просмотра бой принял несколько другую форму бойцы перешли к откровенным и жестким обменам ударов олег провел уже третий бой бой очень ровный но вместе с тем судьи сочли возможным победили в этом бою назвать своего любимчика давида гопина как мы видим что зрители ничего против этого не имеют а сейчас на татаме выходит боец из нижнего новгорода впервые участвующий в засборной страны алексей горохов средний вес элехандра навару устрашающий вид у навара но кроме жесткости в глаз пока активных действий мы никаких не видим бескомпромиссный молодец алексей бескомпромиссный ведет бой алексей впервые участвует в международных соревнованиях за сборной страны для него это конечно большое испытание но по его характеру и по желанию победе его не испугали ни переезды ни витиеватости в разговорах бойцов которые очень активно отрабатывали российскую сборную на разминке очень грамотно очень грамотно очень грамотно блокирует очень грамотно уходит от ударов и находя щель у соперника тут же вносит дисбаланс в обмене ударов очень красиво Румоваши но как мы видим он скорее сделан для зрителей спортсмены на заметно устали это уже третья двухминутка и первая победа на первом международном турнире у нижногородского бойца Алексея Горохова и он уходит в следующий круг следующий бой легкой весовой категории Марсель Муракаев и Сальвадор Среспо вот так работают парни из Перми посмотрите как классная связка Марсель прекрасно чувствует дистанцию удивительно цельный парень он живет даже не в Перми а под Перми вот на протяжении 11 лет смотрите как пробивает средний сектор остается только закрыться совсем и уйти за границу татами интересно о чем можем в этот момент думать когда получаешь такую серию ударов зачем я пришел сюда или как можно скорее закончилось бы время прекрасный прекрасный прекрасно Марсель да средний сектор пробит руки Сальвадора в основном несут защитную функцию среднего тела средней части тела спортсмен подавлен ну и закономерная победа Марселя и следующий круг за нашим российским бойцом а сейчас первый бой в средневесовой категории Дмитрий Майдан из Сержа Лопес Аргентина хотя это есть чемпионат Европы но вот он открытый и поэтому очень много представителей неевропейских стран посмотрите как работает Дима такое впечатление что это бульдозер леснего очистить подгребает под себя очень методично проходит вперед на него не действуют никакие удары соперников это принципиально другая школа это школа Дмитрия Котвицкого весь бой который построен на жесточайших ударах корпус пробивается даже через локоть лопус как говорят спортсмены пробит ему уже совсем не хочется активности и прежде всего со стороны соперника и основная задача выдержать положенные минуты но Майдан совсем не из таких бойцов которые могут успокоиться на минимум и посмотрите насколько происходит вытеснение соперника статами еще раз мы увидим удары в нижнюю часть среднего сектора соперник просто сбегает от соперника за что и получает законно в азаре полочка Дмитрий Майдан а сопернику остается лишь терпеть оставшуюся часть боя Дмитрий очень удачно чувствует себя в ближнем бою и завершает этот бой с явным преимуществом и выходит следующий круг я уже говорил что в этот день должен состояться футбольный матч в Валенсии и Барселоны и мы очень боялись что не будет зрителей сейчас у нас есть возможность показать все что творилось за полчаса до разрешения пуска зрителей на стадион но это еще раз подтверждаю не помешало к тому чтобы зал по мере приближения к полуфиналам заполнялся испанскими зрителями а тем временем происходит официальное открытие чемпионата 17 стран заявлено на участие во втором чемпионате Европы по к йокушин карате это открытый чемпионат очень много было представителей Латинской Америки и даже бойцы из Южной Африки очаровательные красивые испанские девушки в национальных костюмах открывает чемпионат президент международной федерации к йокушин по версии АФК Стива Стива Арнейл один из личных учеников великого Масата Цуайяма человек создавший эту федерацию очень красивые открытие очень красивый национальный костюм очень выдержан национальные традиции ну а каждый участник получает грамоту участника вышедшие в полуфиналы ну а тем временем ассистенты готовят необходимое для обязательного тестирования в стиле к йокушин это называется тестирование по разбиванию досок тамисевари на этот раз было предложено было предложено три ударя мы сейчас видим Марселя Муракаева как правило он очень хорошо разбивает доски насколько мы понимаем это семь досок Сергея Осипова удар локтем у Сергея уже травмирована рука ну а локоть в порядке семь досок Сергей Осипов тренер разы своего ученика Дмитрий Котвицкий на доске разрешается положить лишь легкую тряпочку или платок сейчас мы видим Дмитрий Майдан как пустая большая концентрация правильно выставленной кисть в данном случае и полное усилие корпуса у Дмитрия Дмитрия Горохова во время Томиссивари случилась травма мне кажется мне кажется это намного более сложнее чем вытирание Кентусу спортсмену он очень терпеливый атлет но тем временем выявлен абсолютный победитель в Томиссивари им стал Дмитрий Майдан 16 досок я впервые вижу такое уважение спортсменам когда президент федерации при награждении спортсменам выстраивает судей все делается ради спортсмена и уважение показывает этим судям итак первый кубок российской сборной завоен кубок за Томиссивари ну что ж достойный кубок он украсит квартиру Дима полуфинальные бои начинает Мария Лепина и Мария Лопес посмотрите как Мария гонит просто гонит полное вытеснение бескомпромиссный бой очень Мария любит этот удар только вперед только вперед несмотря на футбол еще раз напоминаю зал заполняется все больше и больше что нас очень смущало в начале турнира оказывается в Испании любит не только спорт номер один но и много приверженцев Кёка Шина оказалось в Валенсии в одном из несмотря на то что Валенсия является одним из центров футбола испанского а тем временем Мария Лопес не выдерживает натиска Марии Лепиной и все больше и больше старается скрыться за татами за что и наказана проигрышем а Мария Лепина выходит в финал еще один полу финал в легкой весовой категории российская спортсменка Зухра Курбану и Гита Кандароси Англия но сейчас мы видим Алексея Горохова оказалось травма намного сильнее нежели ссадина на кентусе Сергей Иванович Яицкий вице-президент федерации и врач профессиональный врач спортивный врач оказывает взломал третью пясную кость перелом третьей пясной кости со смещением к сожалению продолжить бой не сможет хотя в общем вышел в полуфинал мы сожалеем но это хороший результат бывает на самом деле можно считать большой победой Алексей выход в полуфинал но вот Кьёко Шин это очень жесткий вид единоборств и вот маленькая ошибка к сожалению перечеркнула огромный труд спортсмена который вполне возможно мог бы украсить сегодня финальную схватку а тем временем на татаме Зухра Курбанова и Гита Кандаросин они уже встречались много раз и в частности на Кубке Мира в Москве напоминаю что Зухра там стала чемпионкой все нормально Гита Кандароси ветеран Кьёко Сина и несомненный лидер английской сборной как прочим из Ухра равноценные спортсменки как прекрасно работает Зухра я каждый раз наблюдаю за ее схватками просто любуюсь цельностью как четко работают руки ей более удобно работать в ближнем бою спортсменки практически не отлипаются друг от друга отрабатывают друг друга в средний сектор и работают лоу-кики в нижний и средний сектор Следующие две минуты боя закончились И мне не судясь что в данном бою активность имела больше Гита Кандароси и она выходит в финал чемпионата Европы Очень симпатичная девушка и на улице проходя мимо вряд ли задумываться что эта девушка вот так мощно может отрабатывать своих соперников на татами А тем временем в тяжелой весовой категории Ольга Макуртумова готовится выйти на татами Ее соперницей будет Джулия Хамлей Прекрасно Прекрасно Я бы даже сказал что бой очень эстетичный Если вообще подходят эти слова когда на татами женщин Нет вязкости очень средняя и длинная дистанция обмен ударами Напоминаю тяжелая весовая категория Ольга Макуртумова и Джулия Хамлей Практически нет одиночных ударов Рациональная связка рук и ног Время одиночных ударов прошло к Йокошине Да Соперница подавлена подавлена Ольга теснит соперницу которая находит лучшие вариации в этом бое выйти за пределы татами Вот это да Вот это удар Как он будет оценен Прекрасный у Шира Бой продолжается Ноги выстреливают великолепно Следующие две минуты Одобрительный жест тренера Александра Алымова и победа за российской очаровательной девушкой Ольги Макуртумовой она выходит в финал в тяжелой весовой категории Следующий полуфинальный бой в тяжелой весовой категории Даниэла Альбрехт и Хелена Петит Петит с красной повязкой с красным поясом Более мощная Спортсменка Но несмотря на это я это и совсем не мешаю высоко работать ногами Спортсменка все время вытесняется за границы татами Удар в пах За что и получает замечание Альбрехт Одним словом сплошное вытеснение Уровень сегодняшних спортсменок женщин в Киокошине Очередное неправильное действие со стороны Альбрехт А уровень сегодняшних девушек достиг высот И в большинстве своем в частности как мы видели в схватке Ольги Мукуртумовой мастерство их настолько великолепно и тактика и техника которые позволяют забывать забывать что на татаме на самом деле женщины сильный и жесткий балет я так бы назвал например бой если я имею возможность это делать сильный красивый балет а тем временем Даниэль Альбрехт становится победителем весовой категории и выходит в финал в финале она встречается с нашей Ольгой Мукуртумовой следующий бой Давид Гапина и Мухаммед Хатум Гапина с красной повязкой очень активно Хатум начинает этот бой посмотрим надолго ли это хватит вот как и предполагалось с таким бойцом как Гапина надо быть очень осторожным маленькая ошибка и сильнейший лоу-кик останавливает соперника а неразумное движение вперед остановлено Майайгерем мощнейшим Майайгерем ударом ногой в средний сектор Гапина легко передвигается и поймать его на сильный удар довольно сложно он грамотно и тактически и правильно контратакует наносит очень жесткие удары прекрасный бой здесь мы можем наблюдать бойцов разных стилей жесткий рациональный Гапино и бескомпромиссный Махамед Хатум посмотрите интересная обоюдность ударов один провел прекрасный удар Маваша в голову другой хотел провести удар в средний сектор коленом а тем временем Давид Гапина побеждает в этом в этой схватке и выходит в финал он будет финалист весовой категории в легкой весовой категории еще один претендент на выход в финал Марсель Муракаев и Джавьер Бабелони победитель в этом бою будет соперником Гапино в финале мощный начал в Бабелоне этот бой смотрите как профессионально как качественно закрывается в Бабелоне здесь трудно найти щель для удачного удара запрещенный удар рукой в голову нанес Муракаев Бабелони посмотрите как выстреливают ноги Бабелони прекрасная стартовая скорость Бабелони любимчик Валенсии это не только дань уважения к его отцу президенту федерации но и сам Джавьер уважаемый боец он заслужил это уважение своим отношением к Йокушину прекрасной контратаки со стороны Бабелони мне кажется Марсель пробил его сейчас правую ногу нашел все-таки щель прекрасно закрыт Джавьер очень трудно найти тот небольшой участок в котором можно нанести удар и вместе с тем прекрасно выстреливают посмотрите какой прекрасный Майгери прямой удар в средний сектор достойные соперника друг друга а что скажут судьи а судьи говорят хаки-ваки ничья но но мнения судей несколько изменились и по мнению Хантей победа присуждается Джавьеру Бабелоне и он будет финалистом в легкой весовой категории и будет соперником Давида Гапина и так в легкой финалисты легкой весовой категории определены это два испанских атлета Давид Гапина и Джавьер Бабелоне еще один полуфинальный бой Дмитрий Дмитрий Майдан и Манула Антонио испанский боец с красной повязкой вот это круговой удар бескомпромиссно Дима действует не обратил внимания что он провел уже четвертый бой но практически все эти бои тактически и стратегически выстраивались в одной манере манера выдавливания держания ударов и конечно сильнейшие удары подтверждение наверное этих слов сейчас мы увидели как он сложил своего соперника за что получает Майдан пол очка в Азаре бой продолжается Лопес уже не тот да-да-да он очень боится этих страшных ударов Майдана и сам вытесняется с площадки татами соперник подавлен а пушка Майдана все так же выстреливает устрашающе еще раз пробит Манола Антонина тренер Майдана Дмитрий Котвицкий я думаю доволен своим учеником он полностью выдерживает установку на победу и Дмитрий Майдан выходит в финал в средней весовой категории а сейчас мы увидим полуфинальный бой тяжелой весовой категории Яков Забнина и Давида Мартинеса Испания Победитель в этой схватке будет одним из финалистов в финальном весе в финальном бою очень неубедительно мне кажется Серьер Мартинес противоставляет свое умение соревновательное умение против Яши да и трудно противопоставить что-либо этому атлету из Екатеринбурга посмотрите как четко работает мастер он делает все то что необходимо ничего лишнего это настоящий почерк мастера посмотрите какая серия прекрасная проявит во все абсолютно открытые зоны и лучшим спасением в данной ситуации конечно выйти за татами немножко отдышаться рефери на татами президент Российской Федерации Андрей Бура победа за Яковом Забниным есть первый финалист в тяжелой весовой категории а следующий бой победителем которого станет соперник в финале у Якова Забнина это бой Сергея Осипова и Альберта Данила у Сережи травмированная рука практически он работает с одной рукой травмированная это все равно что ничего не сказать она просто сломана очень мужественный боец Сергей Осипов двукратный чемпион мира по Аяма карате чемпион Европы по нокдаун карате чемпион России по Кёхо Шин карате Сергей редко когда выступает в тяжелой весовой категории как правило выступает в средней весовой категории ну вот на этот раз руководство федерации решил выставить двоих атлетов понимая что эти два бойца достойно выступят посмотрите как методично пробивает соперника Осипов как бы не торопясь как и все что делает этот парень основательно жестко ну вот мы сейчас видели удар коленом Сережа пробил его через локоть сейчас мы еще раз увидим этот удар пошел локоть Дилан успел прикрыться локтем но этого было недостаточно чтобы спасись от этого страшного удара и так второй финалист в тяжелой весовой категории Сергей Осипов победив Альберта Дилана испанского бойца выходит в финал в финале в тяжелой весовой категории встретятся Яков Забнин и Сергей Осипов финальные бои открывают женщины легкой весовой категории Мария Лепина и Гита Кондороси Великобритания Пружина не руки у Маши посмотрите как работает левая рука гид обозначает удар рукой в голову вопрос о стоматологии претензии отторгнуты бой продолжается это фантастика очень удачно после такой активной атаки соперника конечно сослаться на неправильность ведения боя Мария за это получает предупреждение чуй но и со стороны Гита хотелось бы увидеть какие-то действия все время жаловаться на неправильное ведение боя наверное в ее случае удобней чем показывать свою бойцовскую активность Маша как бы нанизывает на свой левый кулак английскую спортсменку очень близкий бой даже трудно назвать короткой дистанции сплошное прилипание борьба в основном ведется только руками нет порой выстреливают ноги менее удачно Гита очень опытная спортсменка участвует в чемпионатах мира Кубка мира Пакета Кашину ветеран английской сборной что скажут суди 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 путем совместного решения пришли к заключению что бой равный технических действий ни одна спортсменка не показала которую можно были бы оценить и поэтому им предложены еще две минуты очень очень активно Маша судя делает предупреждение Марии за удержание во время удара коленом Фёкашин это не позволяет но в таком близком очень стиле а яма карате это дозволено спортсмен наносящий удар коленом имеет право и возможность есть имеет возможность наверное право у него есть сделать удержание соперников очень тесный бой Мария все время прессингует к Андороси наверное она правильно выбрала эту тактику понимая что на средней дальней дистанции к Андороси была бы значительно более вела в более эффектный бой а мнение судей а вот мнение судей выскали совсем другое предположение победа за Кандороси увы Маша естественно с этим не согласна и Гита Кандороси и Великобритания становятся победницей этого турнира и становятся чемпионкой Европы 99-го года зал заполняется зал уже полный но а президент федерации Кёкашин Стива Ронейл награждает нашу спортсменку Зухру Курбанову второе место у российской спортсменки Марии Лепиной поцелуй от президента кубок очень красиво кубки должен сказать выстраиваются все судьи и победительница становится английская английская очаровательная девушка а наша спортсменка Гита Кандороси насколько я знаю Стива Ронейл одно время тренировал Гиту поклон зрителям поклон судям тяжелая весовая категория представлена швейцарской спортсменкой Даниэла Альбрехт ее соперница очаровательна Ольга Мукуртумова из Перми ученица Александра Алымова это первое серьезное соревнование для нашей Оли она достойно прошла все горнило предварительных соревнований и сейчас финал глядя на этих девушек можно сказать что тяжелой весовой категории только у одной Даниэла Альбрехт все же что касается нашей Оли то это скорее модель но это не мешает точно и жестко нанести удар в средний сектор Маваши удар коленом удар с левой солнечное сплетение этого было достаточно удара чтобы Ольга Мукуртумова стала поведенницей в тяжелой весовой категории и завоевала звание чемпионки Европы среди девушек и женщин в уходящем 99 году она мне кажется сама не ожидала такой быстрой расправы на своей сопернице Даниэла Альбрехт второе место Джулия Хамлей и Хелена Петит разделили третьей четвертой ну а победницей становится наша Ольга Мукуртумова приятно несомненно когда наши спортсмены поднимаются на самую высокую ступеньку почета мы знаем чего достается этот подъем несмотря на то что очень трудно не только готовиться но даже выезжать на такие турниры и конечно с глубокой благодарностью каждый раз благодарим тех кто помогает в этом на этот чемпионат практически весь был спонсирован среднеуральским меднеплавильным заводом только благодаря ее генеральному директору нашли средства и возможности чтобы эти парни и девушки выехали на чемпионат Европы в Севилю и наверное благодаря усилиям этого завода сегодня звучит гимн России и поднимается флаг России а тем временем спортсмены в средневесовой категории готовятся к своему финальному бою Дмитрий Майдан Россия Иван Шепенун на татами рефери президент федерации АФК Стив Арнейл Шепенун очень активно начал этот бой длинные сильные конечности но это не пугает нисколько Дмитрия он не изменил своей тактики очень уверенная постановка корпуса низко подсаженный таз как будто очень расслабленное тело молниеносное включение с огромной концентрацией вот тот стиль который выбрал Дмитрий Майдан самым закономерным и удобным для него это несомненно ближний бой но его соперник знает это и все время рвет дистанцию тем временем рефери обоим бойцам выносит предупреждение Шепенун прекрасно работает на средней дистанции ногами и понимая это Майдану надо естественно порвать дистанцию и войти в ближний бой войти в него очень трудно Шепенун встречает прекрасно поставленным прямым ударом ногами Майдери это как лом лом который к сожалению иногда попадает в пах что не разрешено в Кьё Кишине прекрасно работает ногами Шепену именно как можно быстрее порвать дистанцию что он сейчас старается сделать смотрите как прекрасно работают ноги как из катапульты еще две минуты хаки-лаки ничья Диме надо рвать дистанцию рвать дистанцию рвать дистанцию только ближний бой его может спасти видит совсем совсем другие действия у соперников Майдана вот они этих устрашающих прямых ударов со средней дистанции соперники из разных стилей совершенно и вот чьё мастерство и умение стратегически постраивать бой будет выбран правильно тот и победит чьё предупреждение Арнел делает Шепену как только Дмитрий выходит в ближний бой сразу ударов достигают цели и он вяжет все действия своего соперника вот они страшные удары Майдана пробит средний сектор Шепенун уже тяжело дышит вот он удар мы еще раз его видим он проведен наверняка на вздохе поэтому это очень ужасный удар держать его очень трудно и соперник Дмитрий Майдана Шепенун отказывается от проведения боя чистой победы Япон и чемпионом в средней весовой категории становится наш земляк Дмитрий Майдан поздравление тренера поздравление ученика да это заслуженная победа Дмитрий Дмитрий очень долго ушел к этой победе все как-то не складывалось но вот принципы которым он был верен много лет сыграли наконец-то музыку его честь награждение производит президент федерации третье и четвертое место за Алексеем Гороховым имманулу Антонио сломанная рука и кубок серебряный заль и второе место за швейцарским бойцом Ваном Шепенуном и чемпион в средней весовой категории становится москвич Дмитрий Майдан это второй кубок Димы первым он завоевал как победитель в абсолютной категории Патамисевари 16 разбитых досок платиновый значок и несколько слов о секретах своего мастерства каждый соперник выбирает себе каждый противник выбирает себе соперника согласно жрения естественно и под этого противника выстраивает какую-то определенную тактику я смотрел все полиции они всегда были очень постоянные то есть подгребание вырубание по возможности делание то что тебя учил все абсолютно все бойцы разных концессий разных национальностей разного воспитания они старались все-таки менять технику под противника почему ты никогда не заменяешь свою тактику ну на это очень повлияло и стратегии которую дал мой тренер и та суровая школа которая действительно включает нас быть сильными и достаточно мощными поэтому я стараюсь чтобы соперник под меня постарался не я подниму это основное основной момент который наставил передо мной Игорь Ильич Катвицкий который я надеюсь выполнен сегодня ну что ж достойные слова мастера а тем временем тяжелая весовая категория два российских бойца приятно когда чемпионат проходит под несомненным лидерством российских бойцов и в финале встречаются российские бойцы в самой престижной тяжелой весовой категории это конечно радует и так Яков Забнин Екатеринбург Сергей Осипов Москва тяжелый вес в финальной части этого турнира Сергей практически дееспособный имеет только одну руку но несмотря на это надо бороться интересных два бойца российских два бойца и разной антропометрии и разный стиль за плечами обоих бойцов большое количество побед разных уровней от чемпионатов мира до чемпионата Европы у Сергея пробита нога и конечно в таком состоянии при отсутствии работоспособной руки и практически недействующей ноги вести бой с таким жестким бойцом как Яша весьма и весьма затруднительно удары лоу-кика которых умеют держать и наносить бойцы Келкушина очень страшные пробитая нога зачастую после такого уровня турнира заживает только в течение месяца но несмотря ни на что приятно что именно эти два российских бойца вышли в финал этого турнира что наши российские парни являются лидерами в самом жестком стиле карате стиле киокошин несомненно Яша удобно работать на средней дистанции используя свои длинные конечности Сергей по многим причинам и прежде по причинам серьезных травм удобнее вести было бой в короткой дистанции но о мнении судей я думаю что с этим согласятся и наши зрители сегодня на стороне Якова Забнина он сегодня сильнее Сергей Осипов он победил в этом турнире он победил в этой весовой категории еще один год можно сказать что Яков Забнин является лидером российской сборной в тяжелой весовой категории награждение третье и четвертое место за Давидом Мартинесом и Альберто Диланом серебро Сергей Осипов очень мужественный боец Сергей Осипов ну а чемпионом в тяжелой весовой категории на чемпионате Европы 99-го года становится спортсмен из Екатеринбурга Яков Забнин ученик Андрей Бура приветствую судей победителям что очень приятно перед тем как показать вам финальный бой участников чемпионата Европы в легкой весовой категории мы специально вам показываем что в эту минуту творилось на стадионе в Валенсии футбольный турнир футбольный мяч между Барселоной и Валенсии проходил при огромном количестве зрителей и отсутствие на стадионе как говорили сами спортсмена расценилось как предательство Родины но мы видим к этому времени и здания и все практически сидячие места были заполнены любителями карате это ли не подтверждение тому что спорт номер два в Испании наверное карате а тем временем на татами выходят два испанца два любимчика Испании и Валенсии Давид Гапино и Джабьер Бабелони легкая весовая категория организаторы турнира специально вывели их в финал турнира в финал чемпионата считаю что это будет являться украшением и на самом деле где два молодых сильнейших бойца континента должны украсить этот чемпионат по стилю боя по динамике по экспрессии они очень похожи друг на друга они великолепно владеют абсолютным всем арсеналом техники Кёкашина и конечно в значительной степени этот бой по мнению не только судей но и любителей должен быть тем заключительным звеном чемпионата который должен был бы показать что не случайно именно в Испании и Валенсии проведен этот чемпионат что испанские бойцы являются элитными в этом стиле что творилось на в зале в этот момент трудно передать посмотрите все это понимаю бойцы платят благодарностью своим зрителям очень трудно определить лидеры в этом бою еще две минуты добавляют бойцам бой очень ровный к тому же оба бойца работают в одном стиле владеют оба великолепной техникой уже много раз встречались как на чемпионатах внутри Испании так и на международных турнирах зал разделился на два ровно наверное на две половины болельщиков Загапинов и Бабелони еще раз подчеркиваю что Джабьер Бабелони завоевал свой авторитет бойца не одноименной фамилией своего отца президента а именно своими воинскими достоинствами